Мне в личку и прочее часто пишут следующее, просто из года в год, вот сейчас я скажу отдельно, что делать, как быть там, я не знаю, в школе, в институте, с детьми, как бороться против засильным маразмом, мракобесия и наступления мифологии в истории государственной пропаганды и прочее, прочее. Очень просто. Друзья мои, вы не должны быть пассивными, вы не должны бояться, потому что, вот если вы будете бояться, тогда вас уничтожат точно. Вот это сто процентов. Вот бояться бессмысленно, я вам говорю абсолютно точно. И чем меньше вы будете меньше бояться, тем будете безопасностью. Значит, в школах кто вам мешает? Если вы вдруг приличный человек, учитель, педагог, там, я не знаю, заучили, кто там есть, ставьте те же мои ролики в неклассные или классные видео. И не пугайтесь, нет, мои дорогие, там ведь не только цикл драматургии и истории, который просто телевизионный цикл. Или даже на цикл о Наполеоне в 12-м годе, 7 серий на КП «Комсомольская правда», это путинская газета, но тогда, когда я писал еще это до Криса, в Украине там все было более-менее нормально, и можно было делать передачи, а сейчас это путинская, как вот утвержденные, это же ролики с путинской газеты, у них был телеканал «Комсомольская правда». Но здесь можно хитрее. Пожалуйста, вот берете, опять-таки, ролик в YouTube, мой ролик, который записан на заседании научного совета Российской академии наук. Это, в общем, то, что спускает вам все нормативы образования, то, что диктует вам, как думать научно, и, соответственно, потом это все идет ниже-ниже образования. Есть ролик о двух моделях реформирования Европы Александра и Наполеона. Там моя концепция изложена. И это официальный ролик Российской академии наук. Более того, не где там что-то, а именно научного совета. И потом это, кстати, вышло, но не каждый может купить это небольшим тиражом, естественно, как и все научные выходят. И потом вышел сборник материалов заседаний и так далее. То есть вот это ставьте. Можете распечатывать мои статьи, в том числе, опять-таки, из утвержденной. Вот есть моя статья о континентальной системе Наполеона и причинах войны 12-го года, которая опубликована на сайте научного центра экономической истории МГУ, и которая была прочитана на заседании в МГУ. То есть вот, пожалуйста, вот вам МГУ, вот вам Академия наук. И вы можете их давать даже не на внеклассном, а на классном чтении. Также, если вы родители, вы показываете своим детям ролики мои про то, как появилась религия, кто такие попы. И более того, почему религии до сих пор живучи. Чтобы они понимали, почему тетя такая дурочка, рассказывает какую-то ахинею. Надо же не просто бороться с ахинеей, а понимать, почему у тети такие проблемы умственные. Вот я все это объясняю, в отличие от других, кто борется с одной частью проблемы. Я объясняю все. Как появилась религия, что она произвела исторически, почему она длительна, кто такие люди, которые это все дело поддерживают. Я единственный, кто эту всю ситуацию объясняю, анализирую и рассказываю комплексно и со всех сторон. Так что я вам советую, как можно чаще в школе, в институте, детям, знакомым, пересылайте мои ролики и очень принципиально все это делать. И более того, дело даже не только в общеучебных и интеллектуальных делах. Вы должны бороться с произволом, бытовым бредом и неевропейской точностью везде. С соседями на работе, на почте, где угодно. Вот вы не должны быть в этом смысле пассивными. Это и есть начало гражданского общества. Это не пустые слова.